СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН КАМКАБЕЛЬ Огонь унес жизни людей в городе Муравленко. 26 декабря в полночь загорелось двухэтажное деревянное общежитие по улице Губкина. Там официально проживало 43 человека. Тела двоих, мужчины и женщины, огнеборцы обнаружили во время тушения. Еще одна жительница дома скончалась в больнице из-за отравления угарным газом. Ликвидировать пожар удалось только в пять вечера. Сейчас на месте пожарища работает следственная оперативная группа. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз для выяснения причин происшествия. Возбуждено уголовное дело. В выходные на дорогах округа пострадали три человека. Так, 25 декабря в Ноябрьске после обеда водитель Hyundai не учил дорожные условия и не выдержал дистанцию. Это все и послужило тому, что корейская машина влетела во впереди идущую Toyota. Пассажир Hyundai получил травмы. В этот же день, двумя часами позже, произошла авария на четвертом километре дороги Салихард аэропорт. Водитель Рено при выезде с прилегающей территории не пропустил вас и врезался в него. Водители и пассажир отечественной машины также получили травмы. В Салихарде осудили мужчину, который забил до смерти гвоздодером своего знакомого. Криминальная драма началась с пропажи местного жителя. 10 мая в полицию обратилась его жена. Правоохранители установили, что накануне пропавший отдыхал и выпивал в соседском гараже. Там-то полицейские и обнаружили тело мужчины со следами криминальной смерти. Позже нашли и виновного. Оказалось, что 9 мая между хозяином гаража и потерпевшим произошел конфликт. Мужчина ударил гвоздодером своего гостя не менее шести раз, а затем, оставив избитого соседа, ушел домой. Вернувшись вечером, владелец гаража обнаружил потерпевшего без признаков жизни. Прибрал следы за столье и вновь ушел домой. А когда на следующий день увидел во дворе дома полицию, решил оперативно скрыться, но его все равно сумели задержать. Виновного заключили под стражу. Теперь за убийство соседа он проведет в колонии строгого режима 13 лет. В Муравленко жительница повелась на уловку лжеброкеров и потеряла 2 миллиона рублей. А началось все с видеоролика о заработке денег на бирже, на которой северянка наткнулась в интернете. Перешла по ссылке и оставила свои контакты. На следующий день ей позвонила якобы представительница брокерской компании. Неизвестная предложила потерпевшей инвестировать свои деньги. Согласившись, женщина установила на телефон приложение, которое позволило злоумышленнице получить доступ к устройству. А позже северянка пошла в банк, оформила кредит и инвестировала полученные деньги. Когда женщина решила перевести заработанные деньги с брокерского счета себе на карту, ее попросили заплатить 12-процентный налог. Тогда-то женщина и поняла, что попалась на удочку мошенников. Сумма ущерба составила почти 2 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Звездная 15. Торговый дом Альянс.